...подготовку этого освобождения. Именно в прошлом году была сформулирована главная цель национально-освободительного движения в России освободиться от колониальной оккупационной конституции. Именно в следующем году нам и нужно сделать то, что мы запланировали. Следующий год будет решающий. К сожалению, пока идет подготовка к Олимпийским играм в России, находятся сейчас в слабой позиции, поскольку ей нужна олимпийская легитимность для того, чтобы запустить процесс национально-освободительного движения. Именно поэтому американцы устроили террористические акции, благоградить серию террористических акций. Невиданное давление на Россию. Государственная дума и в целом российское государство приняло десятки законов по требованию оккупации, в том числе вот сейчас. Я только на эту неделю смотрю, уже американцы требуют, чтобы Россия приняла закон о том, что российские предприниматели, бизнес весь должен уйти из российской юрисдикции в иностранную. Весь должен стать иностранным. И вот этот месяц мы должны перед наступлением выстоять, попытаться отбить вот эти откровенно оккупационные решения, которые продавливаются на сегодняшний день, пользуясь токсической слабостью России перед генеральным наступлением. Поэтому этот месяц тоже для нас предстоит серьезный и мощный. Мы должны отбить эти атаки, в том числе в Государственной думе, в том числе в органы государственной власти, где от нас требуют просто разворачивать систему ликвидации национальных институтов, в том числе институтов национального бизнеса. Но это уже все не остановит. Этот месяц, понятно, что он пройдет, и дальше начнется генеральное наступление. И мы должны с вами уже совместно, прямо с февраля месяца, участвовать в его поддержке, организовывать людей. Почему не сегодняшних, тех, кто пришел на этот вид заслуга, людей очень высока, потому что мы демонстрируем русский дух сопротивления и показываем пример тем, которые еще не определились. Они за оккупантов, за карателей, за ликвидаторов своего народа, или они в рядах национального курса и национального освобождения. Эти люди должны проснуться, и для этого им, конечно, надо посмотреть на ваш пример. Пример героев, которые пошли вопреки колониальной системе и, несмотря на любые тяготы и лишения, двигают, продавливают освобождение своей Родины. Поэтому я поднимаю лозунги прежде всего за вас, за национально-освободительное движение. Родина, свобода, Путин! Родина, свобода, Путин! Родина, свобода, Путин! Ура! Ура! Пока мы едины, мы непобедимы! Уже в конце февраля мы запускаем конституционный процесс. В конце февраля группа депутатов Государственной Думы при поддержке Путина поднимают вопрос о изменении...